Всем привет! Это ночные разговоры с Аленой Романовой. Сегодня речь пойдет о открывателе английской литературы Джеффри Чосере. Это период перед Возрождением, до Ренессанса. Вы знаете, я его для себя недавно открыла. И что стоит сказать, что Чосер родился в 1340 году, умер в 1400. Парадокс. Как он сумел соединить в себе в одной личности то, что он был политическим деятелем, прекрасным дипломатом на службе у короля. Да. Ну, у него изначально, представляете, протеже-король. Безусловно, ему, что называется, было уготовано стать известной личностью и писателем в том числе. Но что стоит сказать, что английский язык, как английский, был введен, я вам сейчас скажу, когда официально, в 1362-м. То есть, когда Чосеру было 22 года. А до этого в Англии писали и на французском, и на латинском. А вот в парламенте официально признали, что английский язык теперь государственный язык в 1362-м году. То есть, это 14-й век. Довольно-таки молодой язык, который теперь на нашей планете язык номер один международного общения. Так вот, Чосер, я вам всем советую прочесть его произведения, кентерберийские рассказы, простите. И первое, что мне пришло на ум, а интересно, если бы сейчас Чосер зашел прям сюда, в наши ночные разговоры, и увидел каждого из нас, как бы он нас охарактеризовал. Ведь у нас сейчас нет купцов, помещиков, мещан и так далее. Но наверняка бы он придумал образы, прекрасные образы в кентерберийских рассказах. И если перевести на наш язык, то я бы сказала, что он сторителер, он прекрасный рассказчик. Истории не просто интересно рассказываются, а там такая красивая поэтическая палитра, художественное слово, что я даже не могу вам передать, насколько он меня потряс. И знаете, такое ощущение, что пока только герой берет ложку, мы уже про него знаем все. Потому что вот Джеффри Чосер вот так вот умеет вплетать, рассказывать, рассказывать и рассказывать о каждом герое. Причем с такой долей иронии, не злого сарказма, а такой очень искусно сплетенной шутки. А что еще мне хотелось бы сказать, что так, очень подробно описывает, настолько подробно, что в нашем современном веке, ну, навряд ли кто-то бы так выдержал детализированно все писать. Так, ну, еще, если мы говорим, что он наратор, то есть сторителер, то его можно рассматривать и как нарративщика, то есть искусного рассказчика, да, нарратив рассказывать. Так, что там характерного произведения, чтобы вас заинтересовать? Вот, новеллистическая, рассказы героев, очень живые, такая некая басенная подача с такой живой основой и очень похожа на энциклопедию средневековых образов, которые были на то время, как я уже сказала. То есть 12 человек идут для того, чтобы почтить память Фомы Кентерберийского, и они останавливаются на ночлег. И вот, ну, понятно, чем ночлег у нас знаменовывается, безусловно, что какая-то трапеза вечерняя, безусловно, разговор. И вот каждый из них ведает историю, и в этом повествовании раскрываются характеры каждого персонажа. Ну, и в то же время и скрываются пороки и добродетели того времени, которые живы, как мир. Здесь и философия, и теология, здесь этические категории, эстетические. И, вы знаете, такой баланс между серьезностью и иронией, даже самой иронией. Очень много ассоциаций, очень много вот этой полемики, прекрасной риторики. Ну, как я уже говорила, что Чосер был прекрасным дипломатом. И ездил в Италию, и, безусловно, что он там черпал тоже их вдохновение. И уже на завершении своей деятельности у королевства, то он был собирателем налогов. И я думаю, что его уход в литературу, поэзию, прозу, потому что я считаю, что кентерберийские рассказы – это стихотворение в прозе. Не иначе, потому что настолько поэтический сок в них присутствует. То я думаю, что это было такое спасение души, потому что наверняка быть в политической конве, служить королю и лавировать все время по кромке идти и балансировать в этом мире – это очень нелегко. Но, тем не менее, ему вкусно удавалось. И на то время его библиотека насчитывала до 60 книг, что было большой-большой редкостью, потому что каждая книга была на вес золота, она стоила очень-очень много. Ну, ему изначально предшествовала та доля, что его отец был прекрасным винодельщиком, и он поставлял вино в Королевский дворец. Вот оттуда, наверное, и пошли эти знакомства королевские. Ну, что еще хотелось бы сказать? Здесь синтез жанров кентерберийских рассказов. Попробуйте их прочитать и все-таки подумать. Интересно, а вот если бы вам поставили задачу написать кентерберийские рассказы на Новый Лад, что бы вы написали? И как бы вы сами себя назвали? Вот вы кто? С вами была Алена Романова, и это «Ночные диалоги». Всего доброго, пока!